осень для опытных садоводов время не только сбора урожая чтобы сад порадовал вас весной нужно готовиться прямо сейчас на момент наступление уже более низких температур нам нужно сокращать поле летом мы поливали растения каждый день через день в зависимости от температуры только осени мы сокращаем полив до двух раз в неделю и желательно в первой половине дня иначе вода не успевает испариться из почвы да и растения осенью впитывает жидкость медленней а это чревато застоем влаги и обморожением корней однако когда температура достигнет 2 3 градусов плодовым и декоративным деревьям потребуется влагозарядный полив теперь берем в руки секатор многолетние цветы срезаем практически до основания это не только даст им набраться сил к следующему сезону под листьями любят зимовать вредители кстати по этой же причине не оставляем и опавшие листья а из обрезанных веточек растений можно сделать стильные букетики подумайте о том как будет выглядеть сад сразу после схода снега много пустого пространства которое заполнится зеленью лишь летом добавьте туда декоративные элементы если мы возьмем просто спилы дерева и выложим вокруг этих молодых высаженных растений вот такие вот блинчики которые будут нам создавать и декоративный вид какой-то и в то же время это возможность ходить между деревьями и обрабатывать и обрабатываем сам куст корневища и прилегающую вокруг землю почву для того чтобы весной у нас не было проблем с заболеваниями потому что помимо того что весной просыпаются сами растения нас начинают радовать но точно также просыпаются и бактерии и гнилостные паразиты и все хотят жить поэтому нам нужно их с осени уничтожить для того чтобы весной просыпались только и радовали нас растения зимой любимые цветы кустарники и садовые деревья уходят в спячку поэтому откажитесь от подкормки стимулирующий активный рост прок они не сработают а наоборот снизят иммунитет и нам ни в коем случае нельзя подкармливать растения азота содержащими удобрениями потому что они как раз таки стимулируют сокодвижение у растений наоборот получается снижается иммунитет и растение повреждается и в зиму в итоге уходят не в очень хорошем состоянии и растение может не пережить зимовку именно фосфорно-калийные удобрения готовят садовые культуры к экстремальным условиям а кремний помогает растению справиться со стрессом ведь световой день короче ветер сильнее температура ниже чем не причина для стресса да все как у людей